Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, друзья, все, что произошло на прошлой неделе, это бесспорно вызывает и ужас, и отчаяние. Я бы, конечно, многое хотела сказать в адрес тех, кто это спланировал, но сказано уже достаточно. Я лишь хочу отметить, беда реально сплочает, но не вокруг кого-то, а вопреки всему. И уже становится неважно, оппозиционер ты или иноагент. Жаль только, что для этого нужен столь страшный повод. Но обо всем по порядку. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Случилось то, что случилось, но не это ли лучший повод задуматься? А все ли в нашей стране так стабильно и радужно, как об этом твердят по телевизору? Все ли идет по плану? И главный, наверное, в этом вопрос, а какой во всем этом исход? Ведь если отбросить многочисленные теории кукловода трагедии, то на авансцену выходит одна из главных проблем России – несовершенная миграционная политика. И хотим мы этого или нет, но подсветил нам эту проблему именно Крокус. Как, собственно, он же показал нам и отношение государства к россиянам. Я еще в первые минуты случившегося начала искать ответ на вопрос, почему, если со слов президента нам угрожали терактами, мы не предприняли никаких действий по минимизации возможных последствий? Почему не посадили снайперов? Почему не выставили Росгвардию с автоматами? Ведь мероприятие массовое и, в общем-то, нетрудно быть чуть-чуть дальновиднее, чтобы понять, где перевернется грузовик с угрозами. Но я начала не об этом, а о том, что если бы не безалаберность в миграционной политике, то всего этого, возможно, можно было бы и избежать. В противном случае виновные в теракте должны взять к себе в соучастники и всех недобросовестных сотрудников миграционной службы, потому как отсутствие контроля – это тоже степень вины. А разве нам многого надо? Да нет же. Возьмите на себя обязанность отследить каждого приехавшего в Россию. И я вас уверяю, что с грамотно подобранными инструментами сделать это будет несложно. Ну, например, можно не впускать в Россию всех, кто хочет как-то, как получится у нас заработать. А разрешать пересекать границу только тем, у кого на это есть вызов работодателям. Ну, например, нужны в такси люди. Агрегатор выкладывает соответствующую вакансию в открытый доступ, потенциальные кандидаты на нее откликаются, проводится собеседование, и в случае успеха работодатель оформляет вызов именно данного сотрудника. При этом он же несет за него ответственность. Естественно, пока он у него работает. А когда трудовые отношения заканчиваются, сотрудник должен покинуть Россию и вновь искать нового работодателя. Вот тогда у нас не будет слоняющихся по улицам города типа трудовых мигрантов, которые вроде так нужны таким, как Агаларовы, но также опасны для таких, как Крокус. Кстати, вы тоже знаете, что именно владелец Крокуса в 2019 сильно педалировал тему мигрантов, утверждая, что без них России не обойтись. Ну, типа, почему вы вообще задаете вопрос относительно их нахождения здесь? Ведь, со слов Агаларова, подобные трудяги есть и в Америке, и на Сейшелах, и прекрасно живут. Это сейчас была цитата. Да-да-да-да. Настолько прекрасно, что в том же 2019-м тогдашний президент США Дональд Трамп решил возвести стену на американо-мексиканской границе, а ибо жалуются жители его страны на рост преступности со стороны мигрантов. Поэтому то, о чем говорил в тот же год Агаларов, можно смело отнести к разряду интересов, принадлежащих именно ему. Ну, то есть, нужны были ему трудовые мигранты для строительства его девелоперских проектов? Он их лоббировал. Перестанут быть нужны? Сольет. Но я уверена, что он явно и не подозревал, что те, кто строил его же Крокус, также благополучно его и разрушат. Кстати, после подсчета убытков владелец Крокуса подумал, что неплохо было бы восстановить его за счет субсидий государства в том числе. И это при том, что Крокус вообще-то был застрахован. Но при обнародовании этого факта и при поднявшемся возмущении общественности, Агаларов несколько сбавил обороты. Ведь языком молоть – это не мешки с рязанским сахаром таскать. Потому как это только в красивых интервью можно рассказывать, сколько денег было вбухано в противопожарную безопасность. В реальности-то ведь проверять это никто не собирался. Но вот пришлось. И что? Штатно работающей противопожарной системы, исходя из многочисленных видео, я не усмотрела. А там, насколько я знаю, первым должен был выключаться свет, чтобы избежать короткого замыкания. Затем должны были сработать спринклеры, которые бы начали тушить пожар. Но ничего из обозначенного не произошло. Мало того, по словам очевидцев, были заперты все запасные выходы и пожарные лестницы. Кстати, в бизнес-центре, в котором я работаю, все подобные выходы тоже закрыты. Доступ через них открыт только сотрудникам компаний по спецкарточкам. Но, как меня убедили, в администрации при первых признаках возгорания с дверей автоматически снимается блокировка и доступ к лестницам становится открытым. Не хотелось бы, конечно, проверок, но как после случившегося верить на слово, тоже не знаю. В общем, надеюсь, что в случае с Крокусом СК все-таки возбудился и задаст неудобные вопросы как Агаларову, так и соответствующим проверяющим службам. Я про пожарный надзор. А между тем, сразу после теракта на место происшествия и по сей день люди приносят цветы и игрушки. И в переживании этого горя они вдруг оказались едины. Отступила сегрегация и ненависть, забылись обида и непонимание. И вот уже вчерашний иноагент Моргенштерн и сегодняшний патриот-шаман одинаково сочувствуют родственникам пострадавших, не жалея средств на финансовую поддержку. Моргенштейн перевел один миллион рублей 15-летнему мальчику по имени Ислам, который в тот роковой день спас от гибели около сотни человек. Как утверждает сам герой, в поисках выхода они прибежали в тупик и, поняв это, запаниковали. Тогда Ислам и трое его друзей взяли ситуацию в свои руки и через черный ход вывели людей на улицу. Вслед за рэпером его примеру последовал Егор Крит, он также пожертвовал миллион в благотворительный фонд жертвам теракта и Инстасамка, тоже выразившая свои соболезнования в виде материальной помощи. А группа Пикник, концерт которой так и не состоялся в Крокусе, пообещала перевести все полученные от питерского концерта деньги в помощь пострадавшим. Также в понедельник стало известно, что подмосковному горю присоединился и певец Шаман. Он заявил, что отправил 5 миллионов рублей российскому Красному Кресту. И, казалось бы, горе действительно одно на всех, но вот президент России место памяти и скорби не посетил даже спустя неделю после произошедшего. На вопрос «почему?», как всегда, ответил Песков. Он заявил, что в день теракта это было нецелесообразно, а после президент и так выразил соболезнования родным и близким погибших. Кстати, насмотревшись на ситуацию в России, а я напомню, что в стране началась массовая со слов СМИ травля жителей Таджикистана, Путин сделал неожиданное заявление. Внимание, цитата. Когда я слушаю ура патриотов, тех, кто говорит, что Россия только для русских, у меня чувство тревоги возникает, потому что как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ. Конец цитаты, который приводит информагентство ТАСС. Я не знаю, на что так витиевато намекает президент, но полагаю, что на родной понятный нам язык это переводится как «завозили мигрантов», «завозим» и «будем завозить дальше». Серьезно, я не хочу грести всех под одну гребенку и не настраиваю россиян на волну негатива, но отсутствие контроля в миграционной политике уже порядком поднадоело. Кстати, на этой неделе начиталась жалоб таксистов относительно отказов клиентов от поездок. Ну, типа заказчики начали спрашивать национальности, игнорировать водителей таджиков. Так, в частности, обстояли дела в соседнем городе Челябинске. А я читала новости и думала, ну не все же таджики виноваты в том, что четверо из них оказались ублюдками. И пообещала сама себе не совершать подобных поступков. Не прошло и пары часов, как мне с коллегами пришлось воспользоваться услугами такси. И как вы думаете, кто к нам приехал? А правильно, улукбек. И тут я поняла, что несколько километров до места назначения я могу либо пройти пешком, либо проехаться в троллейбусе. Ну да, признаюсь, ощущение дискомфорта словило не слабое. Но приехал улыбающийся и очень доброжелательный мужчина и развеял все страхи и опасения, за что ему отдельное спасибо. Но это не отменяет моего желания жить среди безопасных людей и навести все-таки порядок в системе миграции. Жаль только, что это не разделяет президент. Зато первые ласточки по наведению порядка начали взлетать в Госдуме. На этой неделе депутат Шеремет призвал коллег ограничить въезд мигрантов хотя бы на период спецоперации. Сейчас, говорит он, нет времени разбираться, с какой целью иностранец пересекает границу. Плюс такой человек тут же становится мишенью для нероссийских спецслужб, которые с большой долей вероятности начнут вербовать его для осуществления противозаконной деятельности. Ну и типа, если мигрант не хочет, чтобы в итоге вышло себе дороже, то он в Россию как бы не сунется. Ну, по крайней мере, не должен. Хотя бы пока. Это все, конечно, очень сомнительно, но окей. Как любит поговаривать мужчина с фамилией Банка. И если этот эксперимент все-таки воплотить в жизнь, то есть возможность своими глазами увидеть результат отсутствия иностранных рабочих рук. А вот русским парням найдется и место под солнцем, и возможность нормально зарабатывать. А вот нижегородские власти от слов перешли прямо к делу и запретили мигрантам заниматься перевозом людей. Об этом говорится в указе регионального правительства. Согласно ему, все иностранцы должны быть уволены из такси не позднее трех ближайших месяцев. Правда, что грозит тем, кто ослушается, в указе губернатора не сообщается. Поэтому данная мера, возможно, просто популизм. Но, как говорится, пройдет время и будем посмотреть. Кстати, по этому же пути пошли и власти Самарской области. Они и также запретили мигрантам оказывать услуги в сфере транспортных перевозок. Но добавили к этому еще и образование. То есть учить русскому языку наших детей иностранцы больше не смогут. Как, впрочем, математики и даже физкультуре. А вот неудавшийся кандидат в президенты Владислав Дванков, при всем моем разочаровании в нем, высказал вполне здравые идеи. В своем телеграм-канале он предложил ужесточить контроль за оборотом оружия, ввести за мигрантами цифровой контроль и за малейшую провинность депортировать их на родину. Да, кстати, прокомментировал Дванков и разговоры относительно возвращения смертной казни. Он заявил, что осуждает ее возврат и боится судебных ошибок, которые могут стоить жизни невиновному человеку. Ну а у меня на этом все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Берегите друг друга. Всех люблю. Пока-пока.